Типичная хрущевка в центре Приокского. Местами серый кирпич превратился в коричневый. Два окна на втором этаже красноречиво свидетельствуют об ушевавшем ночью пожаре. Окна заколоченным, за ними выгорело все полностью. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23.40. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На пожаре было эвакуировано 5 человек. 42 человека спасено, в том числе 5 детей. К сожалению, имеются пострадавшие. Мужчина 1990 года рождения. Доставлено в медицинское учреждение. Предварительное отравление продуктами горения. Пенсионерка Надежда Купцова сквозь сон поняла, что в квартире сильно пахнет горью. Трехэтажка заполнилась дымом. Женщина признается, она очень испугалась. Открыла дверь. Посмотреть, что в коридоре. Где что горит-то? Открываю. Дым горячий. В момент забила дымом полностью. Выходила я, меня эти... Выводили. Маску одели. Пожарники. Скорую помощь. Давление сильное. Таблетку дали. Посидела и на улице стояла. Потом в автобусе. Выбегали на улицу прямо в домашней одежде. После того, как пожар потушили, жителям дома предложили отправиться в ДК Преугский. Где специально для них планировали поставить кровати. Но все решили остаться у себя дома. Утром приехали сотрудники управляющей компании, чтобы убрать мебель из сгоревшей квартиры. Пожар. А уж чего, от чего, мы не знаем. А здесь наша контора вот рядом. Этот дом к нам относится. Вы управляющая компания? Да. И вы сейчас разбираете, кем мы как-то. В подъезде и квартирах пока еще темно. Пожар уничтожил часть проводки. Электрик Юрий Щербаков старается восстановить электроснабжение дома как можно быстрее. Вот эта половина полностью сгорела, хоть этой половине свет дать. Четыре квартиры дали, вот пооткусывали половину. Сейчас в коридор хоть людям ходить здесь свет хотим дать. На тушение пожара были отправлены 15 человек и 5 автомобилей. Сейчас ущерб и причина пожара устанавливаются. А пока снег окрасился в черный от сгоревших балок и перекрытий, которые, судя по всему, выкидывали прямо из окна. А еще в подъезде и на подоконниках так и остались лежать пивные бутылки и окурки. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город».